Виталий Волов Человек, который на музыке собаку съел, Александр Блинов Вот интересная карта, кстати, полезная И победитель сателлита, инженер-специалист по недвижимости, Михаил Вастрокнутов Речь-то о больших цифрах, да? Пусть кубок достанется везейшему, поехали! ВЕЧЕРНИЙ ПОКЕР Ну что, продолжаем следить за сражением, можно сказать, спортсменов Жалко потеряли олимпийского чемпиона, который находился в отличной форме и находится, разумеется Но есть у нас Александр Сабанин как пример для подражания Сейчас подражание в феврале, я думаю, многим не ошибка будет пойти в спортзал Другое дело, что, Александра, мы на данный момент такое впечатление, что вряд ли сможем наблюдать на наших экранах долго Но все может быть, все может случиться Любой может раскрутиться Графика у нас здесь немножко шутит, но мы сейчас с вами разберемся, что же все-таки произошло Кто на каких позициях находится Сейчас будет понятно после флопа 5 тысяч ставит Александр, его руку мы не знаем Ну да, он на малом блайнде, все правильно, супермих на большом Ага, Аня, видимо, все-таки рейс сделала, потому что думал там еще Александр Сабанин на Котофе Видимо, он сыграл олимп, а Аня сыграла рейс Ну а дальше уже доставили игроки на блайндах Михаил со старшей парой платит У Александра гадшот Но как-то ставка и колл Стэк у него совсем небольшой, девятка только ему дает стрит Молодец, хорош дисциплинированный пас Аня рейсит Александр быстро заплатил, Михаил тоже быстро заплатил 46 тысяч в банке Да Ну не знаем мы, правда, что здесь у Александра Может быть, у него 5-6 как раз Но у Михаила две пары Он, по крайней мере, точно обыгрывает теперь Анну Рейс 30 Непростое решение у Ани Пришли к ней ставка и рейс На самом деле, мне кажется, надо было как минимум задуматься над пасом Чек Ну, хороший чекбэк от Ани Потому что добора здесь нет Михаила испугала пятерка Да, да, и вообще стрит Вот так, кстати, в какой-то момент Супермиг был на грани вылета У него даже после первой части оставалось там меньше стартового стека в два раза Но сейчас он уже один из чип-лидеров На то он и супермих Пас, пас Два слова Кул Чек Чек Тысячу доставить можно на малом блайнде с король 8 Все-таки есть одна высокая карта Два слова Чек Чек, чек, чек Если рассуждать покерным языком и умничать То, конечно, больше всего троек в диапазоне Виталия Волова Потому что он чекал на большом блайнде Но Виталик не пробует здесь блефовать Твоя любимая? Две тысячи Две тысячи ставка Не очень понимаю смысл этой ставки от Михаила Потому что Тузаха он здесь все равно не выбит Если никого ничего нет, то по старшей карте идет Ну вот, то есть Туза он здесь не выбит А король Хаи так может быть победой Он дается вон, что закидывает Ну, Виталий вот тоже, как покерист, думает С королем человек ставить не должен С Тузом вроде тоже не обязательно Похоже на блеф Моя дама Хаи может годиться Но еще что-то может у Александра оказаться Ого, я Александр выбросил Покажу А там на столе что было у тебя? Ничего, ничего не было Если бы я сейчас вколил, я бы проиграл бы блеф Проиграл бы даже блеф? У меня там туда была Я должен передать привет к примеру Сегодня ночью заходил к нам на стрим Говорю, еду Я говорю, что делать? Он говорит, ну ты когда-нибудь там Блефуй, открой, скажи шипит Вот привет Глебу Трюмзину Сделал, как вручил Глеб, привет тоже Да, куда смотреть? Давай сразу во все камеры Да тут, везде снимаю Всем привет от Глеба Всем привет Спасибо за совет Работает Видите, Глеб дает советы лучше, чем Михаил Семин Потому что с королем Хаи Михаил бы не стал блефовать Ожидая, что Туза никто не выбросит Но вот как раз Виталий прочувствовал, что там что-то не так Однако понимал, что может проиграть блефу И сделал хороший пас с дамой А вот Александр Сабанин поверил Глеб говорил не так Я говорю, а дальше-то что? Он говорит, ты своей-то головой дальше думай Ага Теперь понятно Нет, в целом он сказал, что надо расслабиться и пас Не накатить Пас, пас Ну вот у Александра Блинова и у Супер Миха на двоих 80% всех фишек Сейчас, кстати, нужно было просто ставить алын с двумя пятерками Потому что что-то может наш оппонент выбросить Маши слова? Чек Пять Пять Пас И еще раз дается Александр с лучшей рукой Ну, не самый удачный отрезок для него Он ничего не говорил, когда там 15500 Будут докупиться Но здесь две составляющие, которые мы прекрасно с вами знаем по нашим передачам Которые уже больше года выходят в эфир Первая это то, что любители очень не хотят вылетать И чем меньше становится фишек, тем аккуратнее они действуют Это абсолютно объяснимо, понятно И за это критиковать сложно Вторая составляющая уже, если быть строгим и справедливым Конечно же, с короткими стэками любители совершают больше всего ошибок Хотя казалось бы, что в коротких стэках, что у тебя хорошая рука пошел с ней играть Плохая рука выбросил Однако вот именно здесь допускают такие ошибки Игроки, когда у них остается меньше 10 больших блайндов Начинают что-то защищать колом Что-то пытаться разыграть лимпом Что-то лишнее выбрасывать Как здесь две пятерки, но открылась доска валет-валет 9 Кажется, что точно у него что-то есть А если и нет, то там король дама, дама 10 Все равно я хорошо не поеду Разумеется, когда у нас фишек мало, нужно действовать смелее Ну если нудить дальше, как это любит делать Семен То, конечно, с твоей карты посмотреть не ошибка Ну в данном случае Аня действительно ничего не добрала бы Чек могут быть хорошей опцией Потому что если бы туз был у Александра Он бы все равно, наверное, поставил Но если бы у него был туз слабее И все равно добрали с этой ставки Если бы был туз сильнее, бы проиграли меньше А блефовать вроде бы он не собирался Но, как часто мы видим даже в нашей игре Что забывают, какая комбинация на руках Здесь, например, уже в одной из прошлых частей Александра Блинов Не увидел, что у него был валет Сделал колстус хай Как он считал А на самом деле у него был фулл хаос Ну, выиграл бы он в обоих случаях Как это и случилось, ничего не добрал бы Но, тем не менее В общем, перепроверить карты тоже надо порой Так, ну а пока я про все про это Видимо, наконец-то у нас будет выставление Сет у Александра Блинова И комбо-дро у Александра Сабанина Стрит-флэш-дро Стрит-флэш-дро И стрит-флэш-дро И стрит-флэш-дро Чего только не может Красиво И ему снова ходить надо Скинькин мне дро Они нужны фишки Скинькин мне дро Скинькин мне дро Скинькин мне дро А поди-бэ Друзья, там карточки, помните Вот это про... Ты куда сейчас карточки Круто Сейчас-то что карточки Уже докрутили Скрутили Не, сейчас можно воспользоваться А что я могу... Чем можно воспользоваться? Ну, вы можете использовать карту И будут открывать два терна, два ривера И тогда, если что, мы поделим, правильно? Ну, типа, да Да, давайте Да? Да Ну, а что, все равно ухожу Ну, это не точно В целом, с коротким стеком Вот с таким, как у Александра Нам лучше крутить один раз Либо удвоились, либо вылетели У него все 28% Но вот черва Главное для него теперь, чтобы доска не спарилась Еще и стрит собрал Ну, это, конечно, не очень хорошо, что вышла десятка Потратил один аут Тем не менее, уже точно не уходит Александр Но будет дележка? Ха-ха-ха Нашел еще одну десятку Фантастика, да? Понятно, что не очень красивая рука Но всего 28% эквити Вот интересная карта, кстати, полезная А вы говорите, интернет Какие-то раздачи сумасшедшие Все, зеленый свет, можем ехать Да, красиво будет Два из двух сетом проиграно Два дамы тоже попасть Покер на истинно звучит так Гласит Чип НДЧ Ну и, понятно, набивший скомину в головах покеристов Но напоминающий о том, что не раз в истории бывали случаи, когда игрок выигрывал с одной фишки А если вдруг кто-то не знает, почему Чип НДЧ Потому что была история на мировой серии, когда игрок проиграл все фишки Встал и собирался уже уходить Отодвигал стул И увидел, что под стулом валялась одна фишка небольшого номинала То есть у него в какой-то момент она выпала и закатилась под стул И, соответственно, он такой О, оказывается, я еще в игре Чек Да, и после этого он выиграл браслет Ну, опять же, я не раз напоминал, что Константин Пучков выиграл браслет мировой серии покера по Хорсу Несколько лет назад, когда у него одна фишка оставалась То есть это не легенда, а прям на наших глазах происходила Больше их не достаю Слава Жуков браслет выигрывал в одной из лимитных игр дисциплины Тоже у него оставалась одна фишка Две пары очков Две пары Ну, а пока я про это рассказываю, посмотрите, какая у нас раздача Еще одна интереснейшая Вот только что Александр Булинов был огромным чип-лидером А здесь он рискует возвести на пьедестал Супер Миха Еще недавно сидевшего всего с 30 тысячами фишек Ну, я не думаю, что здесь Александр выбросит свой трипс Ну, пока все, 18 тысяч в банке Ну, это все меняет Да Аня грамотно шутит Вышел полный бланк Слушай, нормально Я не против Ну, конечно же, Михаил будет играть рейс У него, ну, можно сказать, по такому розыгрышу нац Он проигрывает только карте 2 туза Туз валет Валет 7 Рейс 19 Александр, наверное, должен заколировать Потому что, в принципе, может быть, добор с рукой похуже Ну, с какой-нибудь валет 9 Потому что маленькая ставка 6,24 Алын задвигает Александр Но это переигрывание руки И вот здесь уже непростое решение у Супер Миха Кто-то сейчас будет плакать Потому что Александр поставил Супер Мих сыграл рейс И Александр задвигает Алын У него, может быть, туз валет Может быть, валет 7 Так Отличное больших цифр Можно не отдавать Буквально 4 желтых Не вопрос В банке уже 286 тысяч Даже до кола Михаила То есть половина всех фишек в игре Да, абсолютно правильное решение Посмотреть Выгажи слабую Хорошую Ну, если сейчас откроет валет Решение будет очень тяжелым Левая Наверное, придется выкидывать Если это будет валет Валет Нет А, ну это десятка и простой кол Кол Кол? Да Кол Давайте Ну, то есть не пухался Тоже валет Старший Младший И супермиг становится просто огромным лидером нашего турнира Второй раз на картах Ну, карта помогла, так бы не так Вообще Интересная раздача Причем, у тебя второй раз переезжают тройки Ну, за быстрой стороны, если бы он выбрал правую То есть один хреновый был идти в кофе И валет 7 Не, ну, может быть, валет 7 Валет, да, конечно Валет плюс Есть вариативность Ну, это очень интересно И неужели блефовал Александр Блинов? А придурялся, да? Сидел там Какие карты? А как на них смотреть? Что? Конца 168 359 тысяч У Михаила И мои математические способности Подскажут, что в 4,5 раза меньше стеку его ближайшего преследователя Которым является Анна Костерова Выигравшая огромный банк как раз у супермиха В первой части С фулл-хаусом Заметили стол? Выровнялся А то он туда-то кренился Вроде баланс И нам приди с балансом Поддерживай Подожди У нее желтые Больше весят, чем эти Остальные Ну, как специалист по строительным материалам Супермих тут же отметил Что теперь по физике все хорошо С калибровкой стола Пас Ререйс Рейс Рейс 5 Пас 10 Ререйс 10 Пас Столько можно Давай нам мой ол-ин в открытую А если будет ол-ин То мы и так в открытую Уже будем играть Ну, просто выложим все И играем, да? Давай На мой Пора-пора-пора Ну, что-то сукло, что ли Ну, давай Ну, давай Я так узнал, что парни Так это одно и то же Подожди То есть Ну, если ол-ин То мне надо будет принять решение И если да То мы открываемся Ну, то есть Или в чем-то другое Другое предложение То есть оно больше Намного больше И Мы сейчас Аню, похоже, тоже Не увидим Я уже не хочу уходить А я тебе говорил, я тебя выбью, да? Чужими руками, да? 83 500 Нет, ну как же так? Не должна Аня вылетать Понятно, что Михаил заколирует И Ваня будет всего 30% Аплодировать тебе стоит По какой причине? Ну, то, что ты красиво сделал Люди посмотрели Эмоции получили И карточки нету Вот это посмотреть Карту Заминка Ну, когда карта идет Она уже идет Интересно, сколько у меня ты Обычно То есть там 88 Тут у меня уже 10 Здесь 83 500 83 То есть мне 10 уже здесь? Да 73 надо ставить 73 500 Я не очень понимаю Я у меня Сейчас покину А легко чужими деньгами Давай, давай Нет, совершенно автоматическое действие Для профессионала Но Михаил Специалист в другой области А покер он просто любит Хоть и играет уже год в него Довольно активно То есть прям совсем такая сильная комбинация Да у тебя? Да нет, давай пора бросить Ты уже сфоткался с кубком все равно Какая разница У тебя же фотографии есть Так все фоткали с кубком Я не фоткался Кстати Серьезные планы Ну а Солен только был 170 С копейками Вы вдвоем То есть в два раза Мне кажется, что у нас за столом Дмитрий Нагиев появился И программа постепенно Переплатикает в окна Сколько? Еще раз 70? 83 500 Ну и сейчас там Начнется драка А, слушай, а что ты тогда? Ничего Ну тоже неплохо Артисты, иди к нам в театр Нам нужны такие Ну я с ним Сейчас туз придет один Я прям чувствую Никто ничего Никто ничего не хочет Никто чего вообще уже не может Даже Не, могу в ОЛМ пойти? Ты подкартовишь Дайте мне два туза Что-то крутили Да Да, я не буду применить Вот туз будет Вот поверьте Сейчас туз придет Я его прям чувствую Ох, не стали крутить два раза Последний, последний Интрида должна быть Драматизм А я могу использовать свою карту При ОЛМ докрутить дважды? Могли А сейчас нет? Я хочу докрутить А надо было на Когда ОЛМ колл Поэтому я спросила Вы про карту меня не спрашивали Просто я помню Когда Саша Он докручивал Терн и Ривер А флоп он не докручивал Да, потому что они выставились на флопе Они выставились на префлопе Сейчас уже Да, Яна спросила Но там диалог шел Громкий очень Между участниками И вот Аня пропустила этот вопрос Давайте вообще заново Вернем с вами Давайте от первого директора спросим Давай Голос как что где когда сверху Сереж Я думаю, что для шоу будет лучше Если мы все-таки откроем Два терна и два ривера Это будет абсолютно Я не буду возражать Нет, ну я-то понятно Я возражаю Я возражаю Просто чтобы это все было Ну, как сказать По-честному Со всеми было в порядке Потому что я как бы Если проиграю Со мной нормально По-честному Поэтому ничего страшного Так что два терна и два ривера Да Два терна и два ривера Потому что когда вы заявили уже Флоп уже как бы был открыт Поэтому мы не можем уже Второй раз Нет, я не про флоп Я просто когда Александр Я помню, что он использовал свою карту Именно на ривере и терне Такая ситуация была Потому что там Они уже выставились Когда флоп был открыт Но в данном случае Вы вспомнили Когда у нас, соответственно Уже флоп открыт И то же самое Мы, я думаю, что Откроем два терна и два ривера Ну вот такое Сергеево решение Не могу сказать, что Соломонова Два терна и два ривера Разумеется Для Ани выгоднее было бы Крутить Ну, чтобы сохранить Своё место в игре Все-таки С самого начала Но все заболтались Упустили этот момент Но всё равно Туз ещё может прийти Другое дело Что только Туз Одна карта Отделяет нас от потери Ани Ну что, ребята Мне было очень приятно С вами играть Нет, я на самом деле Считаю, что Мы накажем его Сильнейший И на момент Сейчас удачливый Нет, ну ты молодец Так что поздравляю Нет, классно, интересно Я бы в любом случае С такой картой пошла бы Мне ещё не говори Аняка очень классно играла Именно вот задала темп Поэтому вот благодаря тебе Как бы пошла такая игра Сейчас мне вообще вдвойне приятно Спасибо большое Пусть победит сильнейший Со всеми было очень приятно Поиграть и познакомиться Всем удачи Удачи профессионалу Давай ты тут Я его запомнил Я его запомнил Да? Хорошо Я же рядом сижу Он как бы когда-то выращивается Потихоньку перетекает Жёлтые нежки Спасибо вам за всё, Анна Романовна Спасибо Ну что, ребята Всем спасибо за силу Я секунду уже сижу тут Я сижу Сейчас всё пойдёт Аня, ну очень обидно Я прям вижу, что ты за меня переживаешь Да, Романовна Нет, мы все кричали Туз И круто Молодец, что ты догадалась Попросить вторую доску Да, я вспомнила Что у нас есть такие бонусы В виде этих карточек И сейчас она, конечно, была очень кстати Но вот жалко, что не выручила меня Ну Михаилу просто начало очень сильно заходить Ты знаешь, да И я вообще, как бы Я так понимаю Михаил же у нас участник Который как раз из Из отбора То есть из вашей аудитории С вашей аудиторией Поэтому я на самом деле Очень рада, что так ему фартит Хотя вот ребята На самом деле за столом все хорошие Даже не знаю, за кого я Вот персонально отдельно болею Поэтому мне было очень прикольно поиграть Вообще, если честно, не расстроилась Ну как бы такой момент Наверное, ну немножко где-то Не хватило везения А может быть где-то просто Какой-то дерзкий импульс такой Да, да, давай Ну к чему нет Я люблю иногда так поступать Был какой-то момент, который прям Запомнился Да Давай Да, момент с двумя десятками Момент с двумя десятками Потому что на протяжении всей раздачи Это была такая, скажем так Сомнительная рука Но на последней карте Конечно, когда пришла третья Я просто чувствую, что у меня пульс забился Наверное, как-то у вас У нас же были эти пульсы-браслеты Как-то у вас это отразится Действительно было волнительно Прям выброс такого адреналина И, конечно, я понимала, что мне как-то нужно Здесь очень грамотно сыграть С точки зрения ставок Чтобы и не испугать никого Но и, возможно, подзаработать больше фишек Это был такой очень запоминающийся момент Для Михаила тоже То есть мы после этого еще всячески подкалывали друг друга Ну, дальше, наверное, больше он меня На тему этих десяток, риверов и так далее Вот это такой был самый, наверное, для меня Интересный момент игры Но это был твой первый банк Где-то по риверу Прямо десятка приходит и забирает Да, потому что первые там час-полчаса игры То есть какие-то такие были достаточно спокойные для меня То есть даже играть не с чем было И две десятки, я думаю, наверное, это знак пора Ну, ты молодец Ты сражалась достойно Спасибо, да То есть я вообще думаю, что я первая вылечу Я приехала пообщаться, поиграть, хорошо провести время То есть я не рассчитывала на какой-то там выигрыш Ну, хотелось бы, конечно Но я правда думала, что я вылечу первая Но нет Так что у тебя программа максимум даже сделана Да, и даже легко выдернула Понял? Какой большой был? Неудобно, вы что? Ну, да нет Слушай, она кайфанула реально У тебя все-таки старше была комбинация, так что все удобно Ну что, избавились от прекрасной девушки Четыре наших доблестных молодца Теперь будут выяснять Кто из них удачливее, скорее всего, в первую очередь Потому что такой уровень блайндов, где именно игра валыных будет решать Четыре пятьсот, кол Не забудь показочки Открывайте Мало ли нужно Пока только флоп не выкладывай, сейчас я решу Надо мне дважды крутить или нет Открывайте Ой, ладно Давай дважды Леда скинь Чистый коинфлип, валет 10 одномастный против двух восьмерок Масти не пересекаются Ну что, Виталий решает крутить дважды Так, а мои какие восьмерки, да, я уже забыл Те, которые выиграли Пока что лучшая рука остается у хента Подозрительно мало пик на флопе Все так же мало Я знаю песню про мало половин, про мало пик не знаю Думаю, поделим Первая доска за Виталием А теперь можно отказаться, да, теряться? Можно А, там с самого начала Ю Без шанса Я думаю, флоп останется Губу раскатал Десятка, да, еще нормальная годится До стрита Делим Сейчас каждый при своем, по-честному Только карточку Карточку проиграл Слушай, а так бы выиграл бы Да, так бы выиграл Поддержал меня Ну, 15 блайндов В такой глубине себя Виталий чувствует очень комфортно Хотя чаще он играл хедзапы Иногда три максы Три максы, кстати, не знаю, играл или нет Он же играл еще тогда, когда не был у нас Дисциплины спин энд гоу Где как раз три человека принимают участие за столом Но Как бы то ни было Хорошо очень Хинт знает Как нужно действовать в такой глубине Вот, кстати, даму 10 открывает с 15 блайндами Будет сейчас стараться Виталий играть поактивнее Ну, конечно, все равно от карты зависит Именно поэтому он решил крутить дважды Потому что, с одной стороны, мы не прочь рискнуть И здесь только первое место имеет значение А посмотрите, какой огромный чип-лидер Михаил Супермиг Всего в игре 6443 из них у Михаила Чек 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 Вот, то есть здесь нет второго места Да, мы только на победу играем И с этой точки зрения, может быть, был смысл с восьмерками Крутить один раз Но Виталий понимает, что здесь он единственный профессионал И все-таки может найти ситуацию Чтобы где-то выиграть Пас Не выставляясь на все Михаил здесь блефует Или добирает Не очень понятна суть его ставки 40% от банка Даже 50 Полбанка он поставил Странный немножко Ставка с его рукой Может быть, выбить случайно восьмерку-семерку? А что, карта, я могу посмотреть или нет? Да, можете Только при условии, что я еду all-in или что? Нет, нет В данном случае можете посмотреть Подведите мне Можешь выбирать сейчас Какую из них? Левую для вас Вот эту Да Ну, по-любому, пятерку он увидит 5-6 стрит Кул Но, с другой стороны, видимо, план был Александра Если увидит короля от его братца Если короля не увидит, то платит Помогли карточки, да Стрита не побоялся? Нет Мне уже бояться нечего Понял Я думаю, как раз любую пятерку возьмешь Там семерка доехала стрит На который поставил Как бы логика железная Дочек пассанешь Примерно так и было Если бы я что-то думал об этом нашего Когда прям хороший был стек Тогда да Сейчас уже Так, я накидываю, да? Прошу слова просто Нет Как говорил в прошлой нашей игре Да, актерской Илья Городецкий Нищему грабеж не страшен Действительно, с таким стеком Александр уже тоже понимал Что либо Ну, почти удваивается Ну, либо вылетает Опять такая ситуация Где больше всего пятерок В диапазоне Виталия Который играл чек на большом блайнде И может быть неплохой спот Для того, чтобы блефануть Но Не решается почему-то Виталик это делать Знает, что любители Не очень склонны выбрасывать карты С другой стороны Как раз непрофессионалы Чаще играют более честно Есть совпадение Поставили Нет Сыграли чек Надо раз, шесть, да? Будет двенадцать А минимальная ставка три тысячи Значит шесть А вот трех тысяч Любую ставку вы можете поставить Пять тысяч Пять тысяч ставка Стоило надеть очки Александру Сабанину И Он заиграл гораздо рече Стало получаться гораздо лучше Пас Может быть вот где она Суперсила находилась Пас А че такая тишина-то, ребятушки Все, полустали Как под шумок-то я еще раз вырвусь Куда? Куда-нибудь не знаю Да Да Давно тяжелый ингегал Надо вот эту вот Штуковину, которая стояла Забрать Вот тяжелая стоит Аптиллерия Сначала это На трех тысячах За стол не беспокойся Я коленками придержу Нормально же разговаривали Полтора Нормально же все было Ну, не ты домой, понятно А что? Шесть Рейз шесть Повыше поднять О Повыше стали Ну, на 4 макс стали Тус-8 мы уже не выбрасываем Даже против рейза Там что-то хорошее Да, вообще Невероятное Такого не бывает Комбинация Я должен, наверное, туис Пас 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 Ну, мог единственное Здесь себе Михаил Что-то придумать Вот именно после Этого спича Как говорят покеристы Александра Сам себя мог залевелить Теперь ему уже не страшно Чек Чек Наверное, с таким тузом Как у него лучше сыграть чекбэк Потому что Оппонент может сам чекать Каких-то небольших тузов Плюс может откладывать Блеф и натерн Пас Ну, а если там совсем Да, он пустой То лучше чекбэк сыграть И может быть натер И он либо за что-то зацепится Либо попробует поставить Вот Ну, забрал Отличное выражение Клава-2 Нет, было выражение Драться не умею, но люблю Вообще изначально Кочергин придумал 2-4 мы играем 2-4 4-4 Кул Король-6 уже на батоне Можно не разыгрывать А, или у нас что-то с графикой Шутки Сейчас просмотрим Еще раз на карты Кул Чек Нет, все правильно Решил король-6 разный сыграть Супер-мих Видите, да? У него 429 тысяч А у Александра Александра и Виталия Вместе взятых Всего лишь 171 То есть у него в 3 раза больше Стэк Ну, не в 3 Окей, в 2,5 Чем у Оппонентов Вместе взятых Ну, у Виталия здесь гадшот Но в троих поставил Александра Блинов Поэтому Виталик не будет тянуть Александр не должен выбрасывать Вторую пару Будет докидывать Получается Сколько там 6 кима 12 12 8 Надо докидывать Нет, всего 12 Уже нету фишек здесь 12 Докидывать Это новая улица Если вы хотите Уравнять То 12 А с его стэком Наверное Нужно уже играть Ал-ин Мы попали в доску Играем чек-пуш Прям серьезно? Как последний представитель Северной столицы В этом раунде Держать Или продержаться Поддержать Или продержаться Я помню там время идет Время идет Тикает Да, я говорил Александр Блинов Что у него важная встреча Спонтанно здесь появилась И торопится он Не исключаю Что мы увидим И в нашем шоу Такое, что нередко происходит В обычной игре Когда покерист По тем или иным причинам Просто покидает стол Не хотелось бы Но Это жизнь Да и открывается Потом еще одна Потом еще ты кидаешь Да, мне ничего не стоит Не факт Ну а про чек-пуш Со стороны Александра Сабанина Я говорю как игрок Ну можно сказать Профессиональный Полупрофессиональный Разумеется Для тех У кого нет такого богатого опыта Здесь сложнее решение И вот король Теперь уже точно не страшно Нашему Человеку в очках Темных Хитрый чек Начинается Ну и вот сейчас же ловушка захлопывается Конечно Александр пойдет Алын Надо же как сказать Алын Да, алын Правильно Алын Ну я что Мне надо Выбирать что-то там Копоши У вас алын? Давай 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 Алын А как не поддержать? Открывайте карты Ну а есть флэш-дроу У Александра Блинова То есть казалось бы Две пары против одной Ну а вот и есть А, червая Червая Ну Яна Никаких вот этих Не должно быть Никаких Никаких Да, не крутите Все А у меня нет А у меня нет А у меня есть Давай 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 Гилан тебе Чего ты начинаешь Нормально же общались Ты две использовал А я тут все Чего мне то же самое Забирать-то? У меня уже все Видишь как Хороший был совет Александр точно В игре остается Сабанин Все забываешь Что у нас их двое Штанга Красная Но не сердечко И полное удвоение Уже 90 тысяч Почти стартовый стэк Так Я должен еще четыре Вот Еще надо Одну карту Использовать Нельзя сказать Что кардинально Ситуация поменялась Супермих Все так же Большой фаворит Спасибо Александр Блинов Все чаще Обращается К своему телефону Рабочая встреча Не за горами 8 Рейс 8 Кол Уравнял Актер Театра Кино Ведущий Ну и то что Спортсмен Это можно не говорить Про Сабанин Это и так заметно Пас Повысил Серьезный очень Функционер В мире шоу-бизнеса Ну и Знаток Недвижимости Строительных дел Мастер По крайней мере Того из чего Все строит Остался тоже С оппонентами Александр Флопнул Две пары Михаил Только одну Хитрый чек От Александра Натерни Чек Не прошло Не купился Чек Еще раз Призыв к атаке Чек Открывай Хорошая Ну Виталию Понравилась Вот эта ловушка Те же там же Блайнды 2.4 Больше 100 больших блайндов У Михаила Не припомню Чтоб такая глубина Была уже Ближе к концу Третьей части игры Третьего часа У нас Спортсменов По-моему да Такого большого Чип-лидера не было Ну Разумеется Был Виктор Малиновский Который 600 тысяч Имел уже через 2 часа игры Он там просто всех выбил Все быстро устранились Ну как быстро Наталья Денисова Сражалась очень достойно Как раз Чистого-то времени Грязного времени Почти 3.5 часа играли Там хедзап полтора часа шел Между Наташей И Виктором Но тем не менее да Там что-то тысяч было И все завершилось быстрее А так Четверо в игре 100 больших блайндов У Супер Миха Блайнд на блайнд Не поставил Аллын Михаил против Виталия Что было правильной игрой Ну и в результате Другое дело Что Виталий Наверное все равно Не выбросил С Сколько там Больших блайндов 10 32 тысячи 8 больших блайндов Я думаю Если бы Аллын Виталий бы калировал С валет 10 Это плюсовые Математические действия 6500 6500 Ну и Получит сейчас Полное удвоение Виталий Он будет играть Просто Аллын Считает Что соперник Уже не выбросит Что у него есть Например Туз Король Туз Дама А вдруг там Какие-нибудь Тевятки Испугаются Туза То есть уже Ну вроде как Доставлять должен Наш соперник Все равно Наш Аллын Хотя доска такая Где у вас вроде Нет блефов Когда мы ставим Аллын Но у нас Эстека за спиной Тоже нет Для того чтобы Здесь просто кол играть Это будет более подозрительно Показать А уже ничего Не знаю Что Возможно Так и вижу Я вот так вижу Все Кол Нет Все Одну крутим Я здесь А ты можешь У тебя есть карточка Кстати Просто здесь Выравнив Правильно Одну Одну Жалко На меня Карточка Ладно Я заполню Две пары Еще успеем Ну аж Три пары Конечно Здесь Михаил Выбрасывать Не должен был Хватает И мой Квити Даже Тузон Так А что будет Если через Десять минут У меня будут Фишки Проблем 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 Так Я предложу разделить Между Отстающими Членами Четыре Сейчас начнем Солы Походу Подмиш Куда Деваться Сейчас Сладкая Легкая Добыча Давайте Десять Ну вот так Часто бывает Ты говоришь Тебе нужно Уйти Ты куда-то Торовишься Тебе Тебе начинают Насыпать Две пары Теперь Тузы Просто Ну и кстати Зная все это Здесь Александр Собайн Вообще Может Алл-ин Поставить Ну а что Мы с тобой Будем тут В игр играть Что ли Рубись А что Чек 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 Ну и снова Генеральный директор Warner Music Играет по принципу Пойми хоть что Поймай хоть что-то Или блефани В меня На ривере уже добрал Ух ты Ого Вот тебе пришло бы На улыне Такой сидит Невинный Весь Хитренький Слушай Весь воздушный Все равно все ваше будет Что значит ваше Повышение блайнда Три шесть Повышение блайнда Хорошо что я прошел этот круг Да Обязательные ставки Становятся все дороже Все равно Сейчас подавливает То что он хочет Уйти Сейчас в онлайн В онлайн И там все равно Что Так что Можно Можно укусить Либо Укуситься Чуть-чуть отъели У Супер Биха У него все-таки Там даже 460 тысяч Было на пике Минус 80 Для его стека Вроде Не так чтобы критично Но чувствительно Его две десятки Как некоторая компенсация Михаилу Пятая По силе Возможная Стартовая комбинация Когда за столом Всего три соперника Виталик Здесь не боец Один из Александров Тоже не боец Вкройте мне пожалуйста Карту А хотя нет Не буду Мы уже тебе две Открыти Да Ну здесь Александру Простая защита Король 7 Одномастный Это бесплатная карта Ну мы скинемся Две посмотрим Сразу Опа Ну и да Не хотят Его отпускать Соперники Генератор Случайных чисел Тоже не торопится Расставаться С Александром И сразу Лид играет Хорошая Да Офигенная Офигенная Просто Верю Верю Но пока Две десятки Нельзя выбросить Здесь девятка Можешь поставить Здесь могут поставить Две червовые карты Проверить наверняка Очень хорошая У нас червы Нет на руках Особенно одна Офигенная И даже карточки Через Да Для Ол Крутить 45 Я вижу Ейте 10 Еще 55 Я думаю, да. Пол надо играть, мы в позиции. И дальше смотреть, что на терне будет происходить. Про это просто так спросил. Понимаешь, если ты сейчас забираешь молу ол-ин, ты уже почти на 95% победил. Ты мне уговариваешь? Конечно. Это замануха была. На самом деле, никуда не надо ему. Здрасте, Володя. А, в случае, отменивай. Отменивайся. Да, я не могу. Ну, 15. Бэт, 15. Восьмерка что-то там вообще ничего не решала. Интереса не было. Еще двенадцать. Ну, если бы не пара восьмерок. Как же так? Ну, сейчас, наверное, уже можно сдаться, потому что с десятками мы не блокируем червовый флэш-дро, но мы блокируем руки типа Валет-10, которые могли здесь на флопе иметь так называемый гадшот, потерного получить усиление до... 47 всего. ...двустороннего стредро. Ты всего пять желтеньких фишечек. И тебя вообще копейки. Да? Конечно. Ты уже... Мы тоже посчитали. Ну, я помню, сколько я отдал. А. Так, думаю. Все посчитано. Я тоже так делаю. Да, поиграю пока. В контакт зайду в Инстаграм. Каждый раз Михаил думает серьезно своими решениями, но близка победа уже очень. Еще недавно казалось, что, как мы отмечали, почти 80% всех фишек у него. Да, так мы не поймем. Молодец. Правильно. Сыграл абсолютно верно. Заплатил флоп и на терне выбросил. Идеальный розыгрыш с его стороны. То есть, да, на флопе он был тоже младше, но если не знать карт соперника, то... А я могу Аллын собирать сейчас? Блайнд. Да. А, ну вопрос просто поддержит или нет? Конечно, вы можете любой раздач, Аллын ставить. Ну да, я ставлю Аллын. Не смотря. В свою очередь. Ну, сейчас люди посмотрят. Сейчас люди выкинут карт, подожди. Я не смотрю. Ас. Аллын у вас, да? Да, Аллын в темную ставит Александр Блинов. И весь фонд слой. Это история. И там у нас много... Но он говорил, что у него срочная важная встреча. И, по сути, у него минут 10 осталось, чтобы всех победителей устраниться самому. Спасибо. Жаль. Спасибо. Давай не глядя. Так я так и предлагал. Я тоже не смотрю. Если у меня есть, я отдаю. Я тоже буду. Давай, договорились. Давай. Ас. Хорошо. Сейчас. Все ускорится. Вот финалисты. Смотрите. Ты не выиграйся. Смотри, а ты когда играть будешь? Нет. Долго. 6 тысяч баллов. 10 минут не хватит. Это тактика победы, а не пройдет. Что вы вдвоем идете в Аллын, да? Да. Пойдем поедим пока, пусть. Да, такого у нас еще ни разу не было. Помню, как Тимур Сорокин ставил Аллыны вслепую в хедзапе. Ну, там стэк был другой. Ну, мне-то должно когда-нибудь хоть что-то появиться. Два туза, например. Тимур стоял против Гаррика Томасяна, но Томасян не отвечал. А здесь двое идут Аллын вслепую. Там два Аллына, да? Правильно понимаю? Да. Два Аллына. Ну, сейчас, если Супермих или Суперхинт что-то хорошее нароют... Давай нам кайф, да, нам разобраться один на один. Вы не смотрели? Мы не смотрели. Вы тоже можете не смотреть. Не обламывайте кайф-то. Это наша фишка. И мы ее придумали. Ну, как бы, на сегодня. Не, ну, кайф-то у вас точно будет, у двух Александров. Конечно, с дамой здесь Михаилу нырять не нужно. А если хинт найдет... А хинт нашел туза, он не выкинет. Ну, взял, все испортил. Ну, е-мое, зачем ты? Ну, что ты? Открывайте, господа. Что-то туз восемь. Балет семь. Это точно как-нибудь два-три. Балет шесть. Понимаешь, наши шансы какие? У меня самые маленькие. Нет, наши шансы, в принципе. Не, конечно, не очень хорошие, но есть. Почему нет? То есть они стали еще меньше. Нужно шестерки. Вангу и семерку на флопе. С пульсом, Саша, скажите... Гасыче не отпустит просто так Александра. Так, одна есть. Как я понимаю эту игру? Ну, все, а что здесь? Если только... И это еще не пригодится. Дайте ему туза или восьмерку. Дайте лучше две шестерки. У тебя нет там карточки? Докрути. Да все. Вот, видишь? Я-то тебе говорил, все будет нормально. Ну, вот это было неожиданно со стороны Яны. Хотя Александр Блинов наванговал туза. Ну, вообще. Ребята, это... Подождите, здесь... Там еще остались. Ты еще должен. Смыться, тут немного. Тут 130 у меня. Мы что-то должны еще, да? Там, не знаю, карта. Я забыл кэш, извините. Да, Александру придется очки, видимо, снять. У меня еще остается что-то? Сиди, брат. Сиди на месте. Я там сейчас уйду красиво, там, поставят мне какой-нибудь там взрывы сзади. Нет, Александр Сабанин, увы, должен уйти. А, получается, если бы он не играл, то ты бы забрал семенку пару. Вы говорят побольше, но у вас больше. Все, я закончил? Пожалуйста. Да? Все, мне ничего не осталось. А, ты ему проиграл. Так, ну меня улыб. Ты остаток ему проиграл просто. Ну, все, да. Ну, у меня следующий тоже улыб. Все? Да. К сожалению. Слушай, ну, видишь, я тебе в тройке. Да. Спасибо, что ты играл. Спасибо всем большое. Саша, ну, тройной алын. У вас там такие страсти кипят. Ну, на самом деле, просто было уже такое затишье. И хотелось что-то произнести такое. Хотя бы вау. И, ну, соответственно, получилось, что три человека вписались в волн-ин вслепую. И здесь уже чисто дело фарта было. Ну, вот, судя по тому, что я здесь стою, кому-то не фартануло. Это мне. Ну, с другой стороны, я получил сумасшедшие эмоции. Мне было здорово именно вот так вот уйти, а не просто проиграв все фишки, да. То есть... Ну, ты красивый. Ты как вот на арене гладиатор погиб. Очень хлопнул дверью. Никому не хлопнул, но дверью хлопнул. Ну, ничего страшного. В любом случае, я получил колоссальное удовольствие. Вот эти эмоции, наверное, никак вы видели мой пульс. Хотя я не чувствую, да. Но я уже слышал, что мой пульс зашкаливает. Это была паническая атака. Это была просто... Да, это моя энергетика была сумасшедшая. Вот. Ну, на самом деле, я получил удовольствие. И было очень интересно. И даже был какой-то шанс, когда я уже выбирался практически из ничего. И я мог бы дотянуть. Скорее всего, я бы в тройку попал. Но мы все-таки артисты. Мы хотим что-то такое фееричное. И вот все, что можно было выдать, это тройной улын. И мы это сделали. Ну, кому-то должно было не повезти здесь. А, как говорится, не везет в картах. Повезет в любви. Вот так вот, а что я не расстроена, ускорочек. Круто. Все время, пока вы играли, мы смотрели, естественно, за вашей игрой. И вот, знаешь, ну, постоянно мы говорили, боже мой, как он похож на Нагиева. Тут так вообще бросается в глаза. И увидели в Инстаграм твой пост, где ты в тренажерке. Пародирую его. Боже мой, это так смешно. Я смеялась три минуты, серьезно. Ты можешь показать это? Да, да, я смеялась в три раза дольше. Мы можем попрощаться, как Нагиев. Давай. Давайте. Сейчас вот он обычно так в полу стоит, помните? Уважаемые дамы и господа, удачи, любви и терпения. Все, пока, пока. Одинная линия, куда это показывать? Так, показываем зрителям. Пока, пока, Александр. Очень рад личному знакомству. Действительно, очень талантливый человек. Ну и наше шоу он тоже делал максимально разнообразным. Особенно, когда ушли его коллеги. Сейчас-то Александр Легков тоже, можно сказать, телеведущий, комментатор. Постоянно можно, включая канал Матч ТВ, натыкаться на разные трансляции, где люди там с лыжами, с палками. Ваши слова? Ну, лын. Илья Трифонов что-то несет непонятно. Александр все рожевывает Легков. Анна Костерова вообще одна из самых известных девушек-телеведущих. Мы об этом говорили. Ну и... Тут где-то 150, да? Александр Сабанин ушел. Остались у нас специалист по недвижимости и строительному мастерству. Автор, кстати, хитов и песен про супербар или все такое в покере. Хинт. Ну и Александр Блев, который, наверное, в музыке чуть получше все-таки, чем Хинт. разбирается. Я, кстати, не обещал, что я пойду в Ол-Ин, имею в виду куда-то. Мои деньги считают. Нет, ну... Да, прикидывайте. Ну а сейчас ситуация сложна для Михаила тем, что Виталий сыграл Лимб, зная, что Александр пойдет в Ол-Ин. Так-то Король-10, конечно, против слепого Ол-Ина Александра Блинова отлично стоят. Такую выкидываешь. Но Хинт залимпил. Чисто поржать, что пока ты здесь... Ну, жмите. Какую? Давай ближнюю к Яне. Ну и сейчас Хинт выкинет, будет вообще непонятно. Вопросики в колоде. Ну, хорошо, валет меньше, чем дама. А правда, а что с фишками будет, если он уйдет? Ну, Виталик здесь несколько непоследовательно действует. Он знал, что Александр пойдет Ол-Ин. Зачем он тогда играл Лимб, если он не собирался коллировать Ол-Ин Александра? И вот сейчас все... Ну, мы, правда, не знаем. Валет 7 могли бы выиграть Король-10. Ну, неужели Хинт собирается выбрасывать даму 8? Мы сыграли Лимб, знали, что Александра пойдет Ол-Ин. Мы сейчас открыли карточку. Там две случайные карты, одна из которых оказалась Валет. У нас дама, которая старше, чем Валет. Конечно, приятнее было бы увидеть там восьмерку, которую, скорее, мы будем доминировать, ну, имея даму, потому что вряд ли там Король-Летуз, да? Там еще один из других карт есть. Там, окей, 10. Восьмерка тоже плохая. Мы не увидели двойку, тройку, понятно. И пас играет Хинт. Сам себя залевелил. Ну, Майя, у меня твоя была, даму 8. Спасибо большое за этот вечер. Спасибо огромное. До свидания, концовка веселая. Да, вот такая у нас неожиданная развязка. Александр все-таки покидает добровольную игру. Прощается. Ну, расскажи мне, что там у вас происходит? Что я всех обыграл, вышел хендап. Что-то, по-моему, все понятно. Зритель Александр и Александр добавили очень развлекательный элемент в шоу и договорились пойти в Луни-Глядя. Это было очень интересно. И я поднял ТУЗ-8. Это моя самая лучшая рука, мне кажется, в сегодняшний день. Я уверенно обыграл. Профессионалы, они должны выигрывать Луни. Это самое главное. Ну да, поэтому они и профессионалы. Да, но мы сейчас решаем, что делать со стэком Александра, собственно, к которому, к сожалению, пришлось уехать. И у него осталось там нормальный тактичный. То есть была идея поставить его в авто Луни, но тогда он мог бы случайно выиграть турнир, и тогда бы стул прошел в суперфинал. Честно говоря, мне кажется, это очень звучит и прикольно. Просто стул. Стул? Ты вообще не знал, что ты можешь такое сделать. Это же большое, наконец-то. Ты прям планочку новую взял в своей карьере покерной. Это большое, наконец-то. Это большое, наконец-то. Итак, друзья, мы продолжаем эту интересную программу. Мы продолжаем вечерний покер. У нас произошло впервые на нашей программе событие, которое, на самом деле, бывает часто в покерных турнирах. Игрок покинул по своей причине турнир. То есть у нас на данный момент фактически три игрока, но мы имеем реально два игрока. У нас остался Михаил, победитель отборочной игры, и Виталий Хинт-Волов. И на третьем боксе у нас, соответственно, как мы называем это, просто пустой стул, так как Александру Блинову пришлось покинуть наш турнир. Все, мы продолжаем турнир. У нас блайнды 3600. Дилер, я на начинаем. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Артур Восконян немного разнервничался. Отсюда, как вы слышите, начал немножко заговариваться. Эпичным было бы, если бы я сейчас заснул, потому что у меня реально клонит сон. А ты бы остался со стулом и со спящим просто. И заснул бы за столом тоже. Мне кажется, такое возможно в реальной игре тоже было бы. Ну, надо вести действительно. Дали бы стулу доигрывать, стул бы всех обыграл. А он вернуться может, интересно? Через час мы еще сидим и такой, о, у меня еще стак есть. Это, конечно, было бы некоторое неуважение и оскорбление по отношению к хенту. Сюда показывать, да? А такие допущие идеи. И мне покажи, пожалуйста. А я к тебе, кстати, не показал? Нет. Я как-то так открыл, что я забыл, что ты можешь видеть. Ну, потому что если бы совсем плохо играли, например, Супер Мих и Супер Хинт, то можно было бы сказать, что даже стул играет лучше. Но здесь Михаил, он стал жертвой подставной тяжелой раздачи в самой первой части, когда Анна Кассерова против него два аута поймала. Хинт намудрил только вот сейчас с Дамой 8, но в остальном он не заходил и тоже делал все правильно. Не, я пробовал все. Ну, больше заходят турниры, да? Больше нравится. Я за год сыграл 300 штук всего лишь. Ну, тем не менее. Это 301 получается? Не-не, ну, больше. Кол. Кол 6. Кол 6. Не, больше. То есть на Джи-Джи там, сколько точно, я уж не знаю. Может, 400. Чек. Игра немного нестандартная, потому что, как вы слышали, Артура, фишки Александра Блинова остались в игре. И поэтому на Баттоне, конечно, у Михаила огромный соблазн воровать, потому что он забирает не только фишки Виталия, но и большой блайнд, который остался, который находится в игре из фишек Александра Блинова. Ну, с малого блайнда чуть менее выгодная ситуация, и нет здесь дополнительных фишек от третьего ушедшего игрока и без позиции. Но в целом здесь можно рассматривать как рейс, так и лимб со слабым тузом. Хороший флоп для Виталия, потому что и у него вторая пара, и Михаил в эту доску попал. Здесь Михаилу не было смысла ставить третью пару, наверное, более стандартной была линия чек-колл, Виталий просто заплатил. На терни, если Михаил сыграет чек, я думаю, Виталий уже поставит. Два флэш-дро на доске лежат. Ну, еще раз ставит Михаил, и я думаю, Виталий заплатит. Опять же, мы здесь бьем руки типа 5-7, 5-3, какие-то трефы бьем, плюс даже против десятки у нас есть пять аутов на усиление, восьмерка или шестерка. Ставка всего четверть банка. Я думаю, хинт выбирает здесь между коллом и рейсом защитным, но рейс не очень приятен, потому что если мы сыграем рейс, мы можем получить алл-ин. Я все это красиво рассказываю, а хинт выбрасывает карты в пас. Вот так. Немножко по-другому видел диапазон оппонента. Но здесь та ситуация, когда, конечно, все ошибаются, даже там суперзвезды покера, но глобально столько раздач, которые один на один сыграл Виталий, ну, наверное, в мире сыграли точно меньше ста человек. Это при том, что в покер играют миллионы. То есть вот по количеству сыгранных раздач один на один Виталий однозначно в мире в топ-100, а может быть даже где-то в топ-50. К тому же он играет с 2008 года и всегда специализировался вот по играм один на один. Так что, если он какое-то решение принимает... Ну, и вот здесь любопытно. Ставка продолжения от хента. Нельзя один на один выбрасывать короля-даму на флопе. Но сейчас уже супермикс дается. Все-таки у него и король хай может годиться, и бэкдорный стрит, и флэш, есть слишком сильная рука. Да, видите, даже еще Александр в игре числится. Сейчас, видимо, все-таки его выбьют в одной из следующих раздач участники. Но один на один это самая сложная дисциплина, потому что приходится разыгрывать максимальное количество рук, если за столом с шестью игроками, а тем более с восемью-девятью мы можем там много что выбрасывать и стараться действовать, только когда у нас сильные стартеры, то вдвоем минимум 70-80% приходится играть. Здорово. Мы к этому близки. И тут уже приходится гораздо лучше знать структуры досок. Давно начался, если бы тогда, когда эти вулл-ин, там вот дама 8 на 9-4, да, вот прямо класс. Опять же, очень выгодно с баттона воровать. Виталий все равно будет выбрасывать, ну, минимум процентов 60 рук против нашего рейза. Не, если я увижу, я скажу. Да? Я стараюсь ту сторону смотреться. Я вижу обращение. Да, получается. Ну, скорее, наверное, не 60, поменьше, потому что на большом бланде игрока нет, то есть здесь близко хедзапа будет защищаться. О. Ну, здесь Виталий просто рейс играет. 30. Рейс 30. Слишком сильное. По факту сэкономил здесь супермих. Пас. Пас. Ну, вот это действительно прям, я бы с такой сфоткался даже, я таких сегодня не видел. Анна Кастерова сегодня видела такую же и ушла против супермиха. Но туз валет одномастный, это и на полном столе красивая и достаточно сильная рука, а ушка 2-3 человека, это реально супернац. Пас. Пас. Поздравляю. Поздравляю. Это был самый сложный соперник здесь. Это точно. Очень мне не нравится слово «доели», которое часто любят хоккейные комментаторы использовать, говоря, что не доел он этот момент, но в данном случае им надоели. Фишки Александра Блинова, их осталось двое официально. Наверное, одинаково сейчас фишит? Или у тебя больше? У меня немножко меньше. Типа не сильно. 1280, наверное. Чего-то типа такого. А в общей сложности? 600 должно быть. 600 должно быть. 24. 24. Кул. 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 Если, конечно, Михаил сам не поставит Ему однозначно надо чекать Десять Двенадцать минут Ну, недостаток опыта То есть здесь, конечно, простейший пас будет у Хинта А так бы в эту доску одну бы ставку продолжения Виталий сделал Для того, чтобы выбить руки Ну, там, там, например, валят четыре одномастные Защитил бы здесь Михаил Мы их выбиваем Плюс ощущаемся от каких-то случайных рук Типа какие-нибудь семь-шесть одномастные, которые мы бьем Но даем, возможно, пять-шестерку-семерку То есть, конечно, трипс На таких высоких досках играть через лид нам не обязательно Мягко говоря Кул Чек 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 Тридцать Да, тридцать Ну, здесь гадшот хотя бы был у Михаила Он поставил, у Виталия ничего Хоть и много уже хороших слов Абсолютно заслуженных сказал про Хинта Про его навыки в данном разряде покера Но сейчас, когда блайнды растут у нас каждые 20 минут А глубина становится меньше Конечно, отвезения будет зависеть тоже очень много И тем не менее, в глубине 20 блайндов Все равно, я думаю, что В среднем Ну, семь Шесть-семь хедзапов Один на один будет Хинт выигрывать Хорошая, да? Очень Здесь, Виталий, ошибки не допустят в таких стеках У меня такая интересная прям вообще И карточка есть Ну, красивая, девять-шесть, одномастная Самая сексуальная рука, как ее когда-то провозгласил Дмитрий Громов И это вошло в аналы покерные Но коллировать Аллын мы не можем На 20 блайндов На 18 Одномастная тема Да Если сказать, что Хинт сыграл Точно больше миллиона раздач Вот один на один Это не будет преувеличением ни на капельку Скорее, преуменьшением А Его оппонент один на один, я думаю От силы Ну, даже если он год играет А играет турниры только То есть хедзапы Ну, я не уверен, что 200-300 раздач сыграл один на один Михаил Тогда как Хинтех точно сыграл больше миллиона Ровно 20 блайндов у каждого Абсолютно идентичные стэки Ну и здесь не может, опять же, с двойкой в руке Михаила платить Я бы на его месте значительно упрощал игру Через рейзы Через, может быть, Аллыны Но не с этой рукой Потому что Мы хотим рассмотреть больше флопов Но если мы не уступаем оппоненту Здесь мы оппоненту уступаем Ну, с этой рукой все равно ничего не сделал Даже прейс сыграл Для Аллыны это не очень рука Сейчас у тебя больше фишек, да, чем у меня? Нет 200-192 Ну, это я в целом про общий стратегический подход К игре один на один Когда мы оказались 2-192 С намного более квалифицированным соперником 300-2 Больше? Больше, получается, да Тогда пас Согласен Ой Ой Пятнашки поиграем Скучно стало Яне Хочет поиграть в пятнашки Что бы это ни было Это не когда бегаешь и салишь кого-то Ну, Виталий эту руку будет разыгрывать через лимб Причем лимб кол Аллыны Я думаю, там сколько? 15 блайндов Ну, кстати, близкое решение Например, не Через Аллын, видите, играет Наверное, король 10, король валет расширяются Да, через лимб кол Ну, и понятно, что у Михаила это простой кол Больше брать две доски Крутить-то? Ну, да Да нет Давай без нее Тогда одну Больше фишек у Виталия Но всего лишь там на 112 тысяч Если устоит в этом Аллыне Михаил, то... По старинке решим без карточек Да, решили крутить один раз Хотя, погоди, мы еще не начали Тебя домой забрать можем Ты как-то говорил, что пожалел на тебя карточку Как хочешь Так что решите Можем использовать, чтобы все было задействовано Можем использовать, как хочешь Давайте мы ее используем сейчас Давай Чтобы все карточки полным комплектом были У тебя не было на меня обиды, что я на тебя пожарил карточку У меня ее не было Ну да Если сейчас первую доску выиграю, то будет Ну, решили крутить все-таки дважды 62 на 38 Михаил фаворит Первая же карта Король Нужна трефа Ну, чтобы добавилось аутов Туз это победа Валет победа Я понимаю, у валетов там тьма В принципе, и туз мне подойдет Эта карта полный бланк Теперь только валет или туз Ну, трефа добавила бы, как мы говорили 9 аутов Первая доска за Виталием И Король, конечно, вышел Сейчас шансы где-то 70 на 30 стали в пользу Михаила Из-за этого были 62 на 38 Ну, уже спасибо за карточку Да Сейчас бы уже это Ну, я бы тебе дал сфоткаться с кубком Что там у нас? Пока ни туда, ни сюда Десятка, семерка, дама Семерка, десятка Добавит аутов Десятка Теперь семерка или дама Принесут победу Виталию Валову Ну, конечно, справедливо будет, если устоит здесь Михаил Король зато не годится Виталию Что там у тебя с пульсом? И это семерка Вот такая неожиданная развязка И там, и там победа Ну, по фишкам Тебя больше? Да Поздравляю Я не должен был это выиграть Ну ладно Ну, Супермик все равно красавчик Отлично сражался У него отличные результаты Я вот уже ознакомился И в хедзапе он силен Я тоже уже сейчас по этой игре могу сделать выводы Где были ошибки Где были ходы правильные Но на самом деле Вот он доминировал И потихонечку свое превосходство реализовывал Стэк перетекал Это было очевидно Алым был неизбежен Я подобрал до этого, на мой взгляд, наиболее оптимальную руку Но вот даже карточка с двумя раздачами Не позволила мне 50% банка обратно заполучить Поэтому Нет, здесь я не расстроен А вот на самом деле ошибка была где-то раньше Когда нас было 3-4 И фишек у меня было достаточно много Но я очень небрежно с ними несколько раз обошелся Ответил, коллировал Улыны совершенно необязательные Я совершенно не расстроился Все мои цели были достигнуты спустя первый час И я не вылетел первым Это очень круто Это первое подобное мероприятие для меня И я всего лишь такой любитель Как и многие после работы Вечером покатать И здесь я попал на передачу На которой встретился с такими потрясающими людьми Мы здорово общались Провели время Потрясающая студия Мне понравилось все А то, что дальше происходило Это все было бонус, бонус, бонус Топ-4 Топ-3 Хэдзап Очень круто Я доволен Сил радоваться просто не осталось На самом деле Ночной перелет Плюс напряженная игра Напряженный хэдзап Но Я счастлив Эмоции, наверное, завтра когда-то Вот они будут проявляться Пока они где-то внутри еще Честно говоря, мы даже стали немножко переживать Что профессионалы у нас показывают Недостаточно высокие результаты Ну и вот, наконец-то, пришел человек Из прошлого Но он не обидится Он стоял на заре становления российского покера И с непроницаемым лицом Виталий добился успеха Ты, кстати, хоть немножко рад? Это покер фейс или... Посмотрите на мой пульс Там будет понятно, что да, я очень рад Но просто игра была очень странная Очень странная Вы ее все видели Мы не смотрели Да, ну я тоже не смотрел Но игра была очень странная Я очень рад Внутри меня огромное счастье Оно бежит по венам Просто я вот такой Недостаточно эмоциональный, возможно Ну, в общем, вот он покер фейс Вот он хинт Вот он наш чемпион И отрадно осознавать тот факт Что у нас в финале И есть кому постоять За честь тех, кто Профессионально двигает карты и фишки И вот этот красивый, тяжелый кубок Уходит в команду профессионалов Коим является Виталий Хинт Волов Поздравляю Госпожа удача тут всегда где-то рядом Дилер с новой колодой Мысли приводят в порядок Не пытайтесь критиковать мои пороки Я игрок и по жизни мне все покер Мне все покер Я в плюсе, я на подъеме Это азарт и настоящая страсть Я уже в финале Этот банк огромен Я его заберу Конкретно заходит масть